это все энергии и так здесь есть разные вещи то есть когда есть что-то хорошее много людей будет им пользоваться существует очень много подделок в сетевом организме существует очень много подделок подделки значит плохо если вы соглашаетесь на соотношение цены и качества понятно если вы не хотите платить за торговую марку поехали там малайзию купили там только без известной торговой марки или даже с ней все то же самое что они там производят но потом стоит у них гораздо дороже понятно сейчас вот то есть подделки не всегда плохо вот я вообще меня свои взгляды по поводу там авторского права и всего остального прочего я не за эти вещи что мы все ворота и все рождаемся без каких-либо знаний все что у нас есть мы все украли все что мы создадим и тоже у кого-то украли вот так вот и соответственно существует очень много подделок и чтобы вам понимать чего такого ждать и чего мне ожидать существует сеть продавцов это не значит что вам нужно действительно продавать просто там в компании этот набок приветствуется люди кто там преуспевает в основном чем эти компании хорошие хорошие хорошая продукция хорошая школа а вот получить опыт там хорошо вы можете хорошо пользоваться хорошей продукцией я уже перечислил дмэй тоже замыкер пола и не кинул мускин арифлейн очень тяжело будет зарабатывать большие при большие деньги это возможно просто будет очень тяжело там можно заработать можно в любой системе финансовой пирамиде будет компания хоть на работе хоть на рынке здесь можно заработать много денег просто это будет сложнее сделать там это связано там с определенным маркетинг планом который настраивает людей скажем так не мягко скажем так не помогает на самый важный комитет не в самом начале в начале вам помогут а тогда когда дело касается больших денег там сеть лидеров самая распространенная сейчас история примерно процентов девяносто восемь компаний которые выходят на рынок это компании сети лидер в лидерские компании на жарконике называют и про лидерские компании в которых продукция практически не играет никакой роли она чаще всего революционная эксклюзивная сумасшедшая очень модная срывающая мозг но на самом деле очень редко отвечает своей своему революционному название то есть но так можно соответственно хорошо научиться влиять на людей манипулировать это не совсем то что нужно на самом деле с этого материнга но почему-то многие считают что это очень важно чтобы искал человек он пошел от листа не найти того то есть вот я не знаю почему это то есть как бы получивший получишь так взял сказал и он делает то что ты хочешь вместо того чтобы найти человека которому хорошо с тобой так вот в чем их основной признак они компании продают деньги продают успех и когда вы не покупаете какой-то успех и какие-то деньги какие-то здравомыслящие вам начинает продавать нездоровомыслящие деньги и нездоровомыслящий успех то есть большую ложь полерит любой правильно поэтому вам начнут ломать мозги через год вы будете зарабатывать 300 тысяч евро каждый месяц вы получите машину ну закончится остров там будет еще самолет по дороге яхты вот закончится все там чем что вы такое сказать чтобы вам точно же мозги свернуть по полной программе чтобы вы принесли деньги поэтому там существует вход для для неопытных называется красиво для называть профессиональный вход там золотой вход там лидер вход там и тогда это очень такой сеть то есть чем больше денег принес практически полу пирамидальную структуру хотя не пирамид потому что там зарабатывать может не обязательно самый первый там есть движение товара то есть очень много признаков пирамиды нет но скажем так определенные пирамидальные принципы есть и компания реально продает и сворачивает людям мозги различными шоу по поводу день там нужно выглядеть на нас настолько сколько ты не зарабатывал ты хочешь зарабатывать то есть там вопрос внешность внешнего вида вопрос как ты говоришь что ты говоришь понты там дано все это можно отдельно за деньги что просто посмотреть красиво смотреть попали на события у них красивые костюмы красивые пола тем выходит мужчины вы все хотите женщины вообще всех хотите на все хотите хотите жизни этих машин этих путешествий и все им оплачивано все им дарят щиты пластиковые выносят на ней написано сумма которых даже не смели мечтать им просто вручают и так далее и вот такой замечательная вещь при этом при этом там есть люди которые на самом деле зарабатывают большие деньги вот на их очень-очень очень мало процент гораздо меньше чем где-либо но это большие деньги ими как бы этими деньгами как раз и размахивают что здесь хорошо здесь на первых весел есть стопроцентная вышибаловская вещь поскольку женщин больше у них как женщин больше ответственность за себе поэтому они больше у нас предпринимает мужики присоединяются когда уже деньги пошли потом там надо управлять уже мужики подошли а вначале у нас женщины вот они у нас бесстрашные они приходят сетевой маркетинг и собственно говоря там есть такой стопроцентная вещь то товарооборот работает просто я не знаю я честно говоря когда смотрю я думал что люди более здравомыслящие просто у меня в детстве была проблема у меня не было логического мышления очень долго развивал развивал и хотел быть как все нормальные люди по этой причине закончил физмат и когда его закончил я увидел что во-первых физмат я половина людей ненормальных а второе что видел что за пределами физмата все ненормальные люди абсолютно нелогичные существа абсолютно не гомо сапиенс и все решения не понимают исходя из потому что и на эмоциях объяснить реально самому себе то есть в любом объяснять но самому себе объяснить почему не так поступили и поэтому там есть вещь как раз сто процентов влияет на товарооборот я первый раз с этим столкнуться я сейчас году в шоке то есть молодежь понятный дискотеку подавайте там дискотеки диджеев приглашают звезд приглашают на концерт все нормально дорвались что делать со средним с опытными девчонками что делать которых дискотеки не возьмешь стопроцентная вещь мужской стриптиз следующий раз чтобы попасть на это мероприятие люди такие товарооборот вытворяют такие квалификации вытворяют что вы себе представить даже не можете просто чтобы посмотреть я не знаю на самом деле но вы как это мне пойду в поводу вспоминается анекдот про мужчин когда сидят три старых деда на крылечке и проходит это блондинка в мини-юбке так она все у нее нормально кроме белых волосок все замечательно вот и прошла подъезд зашла и слушай я уже не помню что такое было раньше вы смотрели такие женщины что-то такое вспоминали что такое было что-то в душе такое было ты не помнишь он говорит нет я тоже помню что в душе такое было где-то внутри что-то такое было что-то не могу вспомнить и я не помню но шарман шарман вот здесь я тоже смотрю потому что есть третий диск как бы что смотри уже собственно говоря ничего нового не увидят но видимо чего-то не хватает в душе так вот ээээ я хотел бы вам по поводу Карловой клуба сеть потребителей у нас получилось так что идея научная идея создать потребительский маркетинг она пришла из так же как всегда из линейного бизнеса так же как и ситирую из линейного родинца но смысл в чем перепроизводстве нужно как-то сохранять клиентов удерживать и крупные компании если вы замечали делают название дисконтную программу карточки которые дают вам скидки если вы пользуетесь дать дисконт и накопительные программы различные это механизм сохранения потребитель при перепроизводстве отсюда родилась идея потребительского маркетинга который имеет в своей основе дисконтную программу как базовую идею накопительные дисконтные программы но самое смешное что видимо люди так научены были на старом опыте что компании которые создавались подобными маркетингами работают все равно чаще всего по лидерски то есть все которые я знаю на территории нашей страны и за рубежом с подобным маркетингом потребительским и вроде бы должна строиться потребительская сеть мы поговорим подробнее что такое чуть попозже они все начали делать то что умели делать раньше то есть не переучились на новую политику как работали лидерском маркетинге чаще всего так в нем работают то есть они продают деньги продают успех и так далее и так далее что здесь важно понять и почему-то не так хорошо дело все в том что как вы смели заметить деньги волнует не всех 95 и 4 95 вообще не волнует ни деньги не главное главное духовность вот 4 процента волнуют но конкретный сейчас я сделаю больше хочу получить больше сейчас один процент их волнуют даже не деньги человек который готов там не знаю брать кредиты в миллиарды долларов построить аэропорт воевать администрации с конкурентами или через десять выйти вновь а потом получать прибыли то еще будет ли это его аэропорт это отдельная система ценностей в голове у человека вот и так далее это отдельный мутант их мало 1 процент то есть это люди если вы поняли уже из того что я говорил те кто занимается бизнесом люди способные продавать будущее это навык его можно воспитывать навык важный обязательно для всех людей кто хочет что-то добиться в жизни потому что если вы хотите чего-то добиться в искусстве в науке где хотите вам нужно собирать команду вам надо говорить ради чего вы собираете этих людей то есть куда вы вместе с ними придете понятно если вы не сможете продать будущее его никто не купит ну как вы будете когда матросы на главного экономиста в нашей стране для того чтобы что-то продать ну сначала что-то купить вам сначала нужно заменить зачем нам нужна эта мечта тогда вы сможете ее продать тем кого такая же мечта интересует конечно попадутся некоторыми которые вы просто можете снесете своей верой в свою мечту но они через некоторое время отойдут вот главное что они ушли от вас без обид на вас то есть вы по дороге не сильно раздели так они с вами и не сильно оскорбили типа такие как бы нам нужны вот люди которые могут продавать будущее уже могут таких очень мало хотите можете развивать это качество можно развить я уже даже сказал как то есть для этого надо купить если вы почитаете биографии великих людей в любой области вы увидите что это именно продавцы будущего полководцы и государственные деятели ученые кто хотите бизнесмены это все продавцы будущего если вы не можете продать свой проект ради чего вы не соберете людей которые будут интересовать ваше ради чего а потому что любое потому что всегда греет недолго вот но в чем прелесть кораллов клуба это единственная компания которая будучи имея потребительский маркетинг перестроилась каким-то образом благодаря видимо руководству во главе двум людям которые не хотят строить обычный сетевой маркетинг ну как обычный такой как везде они решили вообще не продавать деньги по этой причине сделали кораллы клуб практически черной дырой в сетевом бизнесе то есть мы не излучаем свет с точки зрения сетевиков понятно там чем компания сильнее светит тем она круче то есть чем шоу по блоку денег у нее круче чем подарки круче чем чеки круче тем она круче динамика роста товарооборота компании захват разных стран в разных странах мира там тогда если если как-то это сказывалось бы на вашем уровне я бы еще понимал а так это никак не сказывается ну что пыль выпускает все здорово то есть такая яркая компания а коралл получается такая черная дара она не излучает свет то есть у нас вообще не принять о деньгах а возможности хоростов товарооборотов там чеках о том как и ничего нет бесплатно никто ничего не дает за все мы платим сами никаких бесплатных машин и так далее вот но в этой связи в потребительском маркетинге возникает совершенно уникальная вещь люди которые не могут продавать в общем то даже и не собираются учиться могут зарабатывать деньги это только потребительском маркетинге такое может случиться дискомптной программе вам об этом рассказывали там про 1200 у нас на жару называется расписанный там серебряный директор расписанный золотой можно зарабатывать тысячу долларов не умея находить партнеров не умея продавать бизнес просто трубку любят продукт понятно что вы говорите вот у вас это не получится ни в одной из другой компании зарабатывать такие деньги нет можно на продавать продукты просто тупо купил дешевле продал дороже и заработать тысяч долларов но это вам придется все время продавать то есть как только вы месяц закончился в следующий месяц получите вам нужно опять купить и опять продать здесь можно создавать структуры которые будут приносить вам доход даже если вы ничего сами не продаете это уникальная возможность кораллового клуба домой то почему людей как и не способны не способны продавать будущее пока либо вообще не собираются огромное количество при этом они могут как минимум не тратить деньги из своего бюджета покупать себе продукцию ну еще не какие-то на карманные расходы а по поводу продукции ребят это как бы отдельная тема поскольку компания не продает то есть в компании есть вот те самые там 4 плюс 1 1 сумасшедший 4 которые тоже хотят быть сумасшедшими 95 которые в принципе нормальные добрые светлые пушистые любая компания обычно продает всегда вот этих вот людей какие они крутые сколько бабок они зарабатывают вот там дресс-коды определенные там чем должен соответствовать кириллу продажа не пустил это старая школа вот я старый кораллы у нас демократия полная а кораллы делает что для него вот эти люди не самое важное для него самые важные люди это вот эти зайцы которые просто любят продукцию компания продает не успех и не деньги когда он там есть но для тех кто это сам хочет мотивировать вот кто сам понимает что можно собственно получать процент с товара вот вот эти добрые самаритяне вот компания больше заводится о них и стали по этой печени не промокируют вот этих потому что если начать промокировать эти испугаются нормальным людям нормально очень не нравится успех они с ними соглашаются правда не создаются на самом деле очень сильно и не нравится потому что и больше нравится смотреть новости где где-то что-то случилось это аварии катастрофы убийства грабежи у нас очень так плохо да если начать показывать жизнь замечательную жизнь про новых воронежцев про новых русских про новых делить делить собственно говоря успех поровну как вам столько так такому маленькому кричит так много успеха вот ну и собственно говоря исходя из этого если больше заботиться вот об этих людях которые которые пришли не деньги зарабатывать то нужна продукция нужна продукция которая бы им понравилось и они попользовались и дальше и здесь очень важный момент компания сделала не только линейку физиологическую продукт то есть касается физиологии не революционный какой-то идеи касается физиологии человек она сделала еще целое направление которое никто 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 не брал правильная вода правильно правильно это которая у нас в организме не который я назвал правильно у нас в организме вода с отправленными физико-химическими свойствами пьем мы чай кофе соки воду родниковую воду святую воду она замечательные чистые чудесные все чудесно только она отличается от той которая внутри у нас которая правильная для нашего организма у нас есть очень много продуктов которые делают обычную воду правил более доступны нашего организма возбуждается энергия которая определяет возраст человека между прочим вот многие процессы в жизни улучшаются вот этим вообще не занимается то есть наша компания является труднейшим в мире производителя правильного ну и вообще-то ее эксклюзивный рынок больше не то нет фильтры всякие чистую воду и там магнитную делать еще что делать 0 но это не создание это улучшение это отдельный характеристик мы созданием воды в целом исходя из всего из этого господа мои хорошие первые вещи про я оставил задачу и заканчиваешь первое вы сделаете сами себе самую хорошую верить жизни если решите посвятить сразу вас не получится на это уйдет даже может быть ни один но у меня по крайней мере ушел не один вам нужно найти свое предназначение свою свою мечту свою цель жизни и начать ради нее жить тогда вы проживете красиво на радость всем окружающим у вас не будет никаких проблем с окружающими почему а потому что вас они не перестанут волновать ну если существует ваша мечта то никто не может это же ваша мечта никто не может остановить там не с кем бороться и никого там никому ничего доказывать вас не будет пресечения с окружающими потому что все что вы будете видеть вы будете занимать как помощь если вы не купить решить в голове я хочу такой жизнь может как это делается более подробно есть еще разные тренинги у нас можете книжек почитать не имеющих отношений к сетевому бизнесу но если вы это сделаете со своей мечтой вы делаете самые самые великие что вы можете для себя сделать если это окажется в сфере финансовых интересов вы должны понимать что существуют разные инструменты существуют инструменты такие как работа как предпринимательство как бизнес как линейный бизнес хотите выписать какой вы выберете это ваше право это ваш выбор если сетевой будете выбирать там тоже есть разные варианты какой выберите где начать учиться тоже первоначально не принципиально кто вас будет ликбезом заниматься сетевого тоже первоначально не принципиально но компании надо выбирать уже в течение время исходя из той системы целей и ценностей которые она продает вообще-то самое главное если кого-то интересует как найти вторую половину жизни это вопрос не только женщин слушали обалдеваем нашла там третьего вот я беру чем отвечать стороне его совершенно другой но можно не про женщин можно просить веков вот третья компания ягра чем отвечать сторонения вторая плохая третье просто замечательный я говорю почему замечательный критерий так ты же по этим же критериям выбирал вторую компанию первую так же умение не это были другие другой продукт другой маркетинг не российская потом российская потом китайская потом американская потом опять российская вот иначе проходит четвертая компания пятая те же сами какие-то ремене не другие самый простой способ еще раз говорю это система целей и ценностей всегда это видеть это как с паровозиками все знают мой любимый тренинг я вам часто рассказывал с паровозиками которые стоят на перроне красненький синий со стразиками и стразиками это пожелание девушек и ржавый есть дерьми вот и бегают по перрону зазывала и вас зазывают по жизни так и происходит вот к нам садитесь наш паровозик вот у нас там мягкие кресла у вас будут такие места там другие то вас журнала будут еще часть лимона пофе натурального видео стоять в купе и так далее вот и вы выбираете там синенький например там с рюшечками до красненькие с бантиками вы видите вот я бантики больше для красненький цвет мой любимый я выбираю красненький с бантиками на нем поеду проходит обычно у народов от нескольких лет до нескольких десятков лет и всегда предлагают выйти иногда они сами выходит никогда им не нравится то что они видят никогда и они такие с измучением красненький мягкие места газеты журнала чай кофе натуральное видео все было как заказывать какие проблемы вот это судя по выигрыша ржавыми или земель или нет судя по моему характеру я заберу на котором будет табличка куда куда он едет это очень важно еще раз внимательно табличка на нем куда он едет это может быть красненький синий сат разниками это может быть ржавые есть дерьме может но если он едет туда куда я хочу я поеду все что вы будете по жизни выбирать имеет табличку завтрашний день которыми посвятите какой-то деятельность имеет табличку он едет в определенное место я понимаю что две меня цветок это более интересное то что я говорил сосредоточиться я уже заканчиваю я понял сигнал заканчиваю так вот еще раз вы всегда знаете какая табличка висит просто не хотите на нее смотреть но всегда знаете чему приведет то что вы делаете и тогда это уже ваша ответственность и ваша это не хорошо не плохо если вы понимаете что это ваша ответственность вас вы это сделали даром имеет трезвые памяти желательно вот и это ваша жизнь потому что вы должны прожить так как вы ее хотите не так как я бы хотел быть в любом случае не нужны люди которые разделяют мои взгляды ценность которых не разделяют или добрый светлый пускай же вот так же тихо и спокойно глядя на нас со стороны вы окунетесь как бы свою речку будете что-то делать я очень хотел бы чтобы вы поняли из того что я вам рассказывал может быть не сейчас вот через два года и раньше вот и очень хочу чтобы через два года вы не просто стали старше два года а приписали к своим мечтам хоть как-нибудь хоть немножко но приблизитесь хотя бы чтобы двигались чтобы хотя бы ползли в направлении своих мечт а я мы сидим маркетинг коралловый клуб это всего лишь нам всего инструмент это не смысл жизни просто инструкент нужно научиться пользоваться если не научиться пользоваться можно пить пальцы не получить никакого удовольствия и не создать с помощью него того что вы хотите ничего больше не больше и не меньше вот вам спасибо большое за то что меня слушали и дай вам все то что вы сами я сказал начальник спичек выучить что живого летал придурали не исполните я хочу еще и мы даже давайте не поздравлю а 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 и и а а а а Продолжение следует...